И, конечно, хотелось бы остановиться на лечении метастатической меланомы кожи. Мы знаем, что прекрасно, что эволюция происходит с мемельными шагами. И за 10 лет мы видим уже какой арсенал препаратов у нас в руках. И видим эффекты от этого лечения. И, конечно же, напоминаю, что химиотерапия также не упускает своих позиций и тоже имеет место быть. Использование таргетной терапии при лечении метастатической меланомы привело к хорошим результатам, проявляющимся в том, что каждый третий пациент живет 5 лет. Как при использовании обоих комбинаций доброфениба-траметиниба, так и коби-метиниба-веморофениба, с частотой объективного ответа достаточно высокой, около 70%. Новая комбинация, которая сейчас у нас появилась в рекомендациях русской, это анкрофениб и бенимтиниб. Также показаны логичные результаты. Пятилетняя общая выживаемость также 34%. Что касается метастатической меланомы и иммунотерапии, здесь, конечно, мы все помним, несомненно, блестящие результаты исследования Чекмейт-067, где уже есть 7-летние данные наблюдения. Мы видим, что каждый второй пациент живет, и каждый третий пациент живет без прогрессирования. И при этом лучше отвечает на лечение комбинированной иммунотерапии пациента с брав-мутацией. Тогда, как мы видим, что брав-отрицательные пациенты, они отвечают как на комбинацию, так и на монотерапию неволумабом. Были исследования и пембролизумаба с эпилемумабом в первой фазе, которые показали, что трехлетние данные общей выживаемости времени без прогрессирования также обнадеживающие общей выживаемости, пока не достигнута медиана. Время без прогрессирования достигает 41%. Наш отечественный препарат, пролголемаб, также не уступает позиции. Мы видим, что трехлетняя общая выживаемость составляет 50%, 55% в аналогии как с пембролизумабом и неволумабом, даже несколько выше. Что же дальше? Эволюция продолжается. Что же дальше? Остановились мы, стагнировалась ли иммунотерапия. Но кроме всех известных нам рецепторов, есть и другие рецепторы, на которые сейчас подбираются препараты. Например, ЛАК-3. Препарат Рилатлимаб – это препарат, изученный в исследовании совместно с неволумабом. И блокирование как ПД-1 и ЛАК-3 привело к большей эффективности, как мы видим, с увеличением времени без прогрессирования в два раза. И общая выживаемость на настоящее время пока не достигнута. И мы надеемся, что графики в дальнейшем еще больше разойдутся. Есть еще один препарат, Антилак-3, который изучается сейчас. И мы видим, что 76% отмечают уменьшение размеров опухоли, какой водопад значимый и с достижением времени без прогрессирования до 24 месяцев. Какой же еще маркер? Маркер ТИМ-3. И в настоящее время проводится сейчас исследование первой фазы с изучением этого препарата. Называется он Кобалимаб. Изучается в комбинации с ПД-1 ингибиторами. И мы видим, что использование данной комбинации, блокирование двух уже мишеней, привело к объективному ответу более чем у 50% пациентов. И длительность ответа больше 8 недель более чем у 80% пациентов. Еще один рецептор – это антитигид. Такой маркер, на который разработан препарат ВИБА-сталимаб, который изучается с пембролизумабом по сравнению с иммунотерапией и онкалитическими вирусами. Это исследование продолжается. И пока есть предварительные данные, что объективный ответ можно достичь у 50% пациентов по сравнению с комбинацией иммунотерапии и вирусами. Но это достаточно маленькое исследование. Пока количество пациентов недостаточное. Но это все в будущем. Ну и препарат люфилицел – это препарат с ТИЛС. Как мы знаем, это тумор инфектирующий лимфоциты. Очень хорошо себя проявил с увеличением длительности ответа, с временем до прогрессирования. Но, конечно, это трудоемкий процесс получения этого препарата. И пока он доступен не всем. Дальше. Трехкомпонентная комбинированная иммунотерапия и таргетная терапия. Проводилось три исследования, больших исследования, два из которых провалились, но, скорее всего, из-за неправильного дизайна. Но одно исследование, МСПР-150, где изучался виморфиниб, кобиметиниб и отезолизумаб, доказал свою эффективность с увеличением времени без прогрессирования по сравнению с просто таргетной терапией. Как же назначать терапию? Очень долго мучили эти вопросы, начиная с таргетной терапии у пациентов с брахмутацией или с иммунотерапией. Ну и проводились исследования, по данным которым было выявлено, что назначение на первом этапе иммунотерапии приводит к лучшим показателям общей выживаемости, чем назначение таргетной терапии в первой линии. Также и по исследованиям DreamSec, где доказано, что старт с иммунотерапией увеличил преимущество в общей выживаемости на 20%. Также и в реальной клинической практике получены результаты о преимуществе назначения на первом этапе в первой линии иммунотерапии. Что же делать пациентам, у которых произошло прогрессирование после второй-третьей линии? И, конечно, в помощь здесь пришло исследование изучения пембролизумаба с линвотенибом. Это исследование и эта комбинация также тоже рассматривается в клинических рекомендациях, потому что получены результаты исследования предварительные, где мы видим, что время без прогрессирования 4 месяца, медиана времени без прогрессирования, общая выживаемость 14 месяцев. Мы понимаем, что такие сроки жизни, сроки времени без прогрессирования у пациентов уже леченных, перелеченных, конечно, они достаточно большие для наших пациентов. Как долго проводить иммунотерапию? Мы часто получаем и телемедицинские консультации, и просто направление на консультацию с решением вопроса, когда остановить иммунотерапию. У нас есть четкие показания, что иммунотерапию можно остановить при доказанном прогрессировании. Но мы понимаем, что мы должны исключить псевдопрогрессирование. Когда развивается тяжелое иммуноопосредованное явление, мы тоже должны думать, можем ли в дальнейшем возвратиться к иммунотерапии, конечно, понимая, какой степени возникла и какая именно токсичность возникла. При достижении полной регрессии опухоли, которая, конечно, должна быть подтверждена двумя последовательными инструментальными исследованиями. И длительная существующая частичная регрессия, при которой терапию мы можем остановиться при достижении двух лет. И очень тяжелая группа наших пациентов с метастазами в головной мозг. Мы прекрасно знаем данные исследования, что, несомненно, комбинированная иммунотерапия неволумаба с апелемумабом показала потрясающие результаты по времени беспрогрессирования у пациентов бессимптомных. Почти каждый второй пациент живет уже пять лет беспрогрессирования. Еще одно новое исследование, это тазализумаб, кубиметиниб и веморофениб у пациентов с метастазами в головной мозг, также показало значимые результаты с временем беспрогрессирования 6 месяцев и с возможностью достижения контроля над заболеванием у половины процентов пациентов. И исследование комбиэмби, это исследование, в котором назначалась таргетная терапия доброфенитораметиниб и тем пациентам, у кого были симптомные, бессимптомные. И также изучалось влияние лучевой терапии. В стереотоксической лучевой терапии было выявлено, что да, те пациенты, которые получали таргетную терапию плюс локальное лечение лучевой терапии, они выигрывали при назначении таргетной терапии. Мы видим, что голубой график, он значимо оторвался от предыдущих графиков. И в заключение хотелось бы сказать, что, конечно, прогресс в лечении меланомы, пока они стоят на месте, изучение лекарственной терапии эволюционирует, но мы, конечно, должны теперь разбираться, кому что назначать, при этом понимая, что качество жизни должно быть одним из приоритетов и наряду с другими показателями. И, учитывая, что сегодняшняя наша конференция посвящена все-таки, как помогает нейросеть для нашей дальнейшей работы, будет помогать нам нейросеть или она будет нас путать, хотела бы задать следующий вопрос сначала слушателям в зале. Это клинические случаи. Я знаю, что все здесь присутствующие прекрасно знают меланому и имеют пациентов с меланомой. Пациент с меланомой кожи спины в анамнезе успешная первая линия ПД1-ингибиторами. Был очень хороший ответ, частичный регресс, который длился более двух лет. Но, к сожалению, случилось прогрессирование через 6 месяцев после отметы, через полгода. И в настоящее время назначили таргетную терапию, может, кто-то и узнает своего пациента, доброфенип с траметинибом. Получает 2 месяца. На фоне этого лечения отметился регресс болевого синдрома, улучшилось общее состояние пациента, он доволен. Но по данным обследования выявлены единичные очаги в головном мозге до 15 мм. При стабильных экстракраниальных метастазах. Какие вы опции выберете? Стереотоксическая лучевая терапия метастазов в головном мозге, плюс добавление ПД1-ингибиторов. Стереотоксическая лучевая терапия метастазов, плюс продолжение просто таргетной терапии без добавления иммунотерапии. Комбинированная иммунотерапия СТЛ-4ПД1 или другое. Пожалуйста, кто как столики, выбирайте. Так, Б значит, просто стереотоксис и продолжить таргетную терапию. Большинство еще три столика. Так, то есть все выбрали вариант Б. Давайте послушаем, что выбрала нейросеть. Дальнейшая тактика. А, стереотоксическая лучевая терапия метастазов в головном мозге, плюс интенсификация лечения, добавление ингибиторов в ПД1 к таргетной терапии. Ну вот, получается, все-таки у нас мнения разошлись. Но и тот, и тот вариант, скорее, может быть. И поэтому нейросеть, я думаю, она нам в помощь. Может подсказывать, но основное лечение и выбор, конечно, за лечащими врачами. И я сама, вот мы недавно обсуждали этого пациента на консерве. Выбрали, конечно, вариант А. Интенсифицировать пациенту терапию ПД1 ингибиторами. Ну и второй вариант, конечно, не является неправильным. Поэтому я считаю, что нейросеть, конечно, она будет нам помогать, она нужна, она облегчит намного нам работу. Но основное, как палец на пульте, это, конечно, врачам. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ